Может ли будущее повлиять на настоящее или прошлое? Некое событие, которое только произойдет, изменит то, что уже было. Этот вопрос можно сформулировать немного иначе. Может ли следствие предшествовать причине? Из нашего повседневного опыта, да и просто какой-то общей логики, кажется, что ответ очевиден. И, конечно, нет. Как видео на моем канале может появиться до того, как я его снял? И все же и в философии, и в физике, особенно в квантовой, обсуждаются ситуации, при которых сначала может идти следствие и только потом причина. Такие ситуации называют ретро-причинностью или обратной причинностью, когда причинно-следственная связь как бы перевернута. Мы с вами уже не раз говорили о времени и различных странностях, с ним связанными. О том, что ученые и философы задаются вопросом, а существует ли оно вообще? О том, как в различных теориях оно описывается и даже о том, что время может быть многомерным. Понятие ретро-причинности, очевидно, тоже неразрывно связано со временем. Вообще, по первому описанию можно подумать, что речь просто о путешествиях во времени в прошлое. Но на самом деле, хоть эти вещи и родственные, это не одно и то же. Давайте попробуем разобраться, что такое ретро-причинность, как она может работать, и возможно ли она вообще, и как на нее смотрит наука, и зачем она вообще нужна. Ну а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Как я уже сказал, обратная причинность по описанию очень сильно напоминает путешествие назад во времени. Многим вообще могло показаться, что это одно и то же. Поэтому для начала давайте попробуем разобраться, в чем между ними разница. В Стэнфордской энциклопедии философии пишут, что эти два понятия путать не стоит. Да, они похожи. Например, в том, что оба допускают возможность того, что можно повлиять на прошлое. Однако путешествия в прошлое подразумевают так называемые причинные или причинно-следственные петли. Путешествие в прошлое допустимо во Вселенной, в которой существуют замкнутые временеподобные кривые. Я их как-то уже упоминал, но давайте напомню, что это такое. Путь любой частицы да и чего угодно во Вселенной можно описать мировой линией. Это путь в пространстве и во времени. Если бы вы с рождения оставляли за собой в пространстве неисчезающий шлейф, как флэш или байки из трона, то по нему можно было бы отследить все ваши перемещения по Вселенной от настоящего момента до рождения. Я как-то показывал, как в Зельде по карте можно отследить все перемещения персонажа с начала игры. Вот это что-то вроде мировой линии, только еще и информацию о времени нужно учитывать. Мировую линию в четырехмерном пространстве времени с тремя пространственными и одним временным измерением представить непросто, но для наглядности мы обычно убираем лишние измерения в пространстве и используем на графике одну ось для пространства, а другую для времени. И тогда представить себе мировую линию на таком графике достаточно просто. И ни у кого не вызывает вопросов возможность вернуться в ту же точку в пространстве, обогнуть землю или даже просто пробежаться по небольшому кругу. То есть мировая линия может вернуться в ту же точку в пространстве. Но вот со временем все хитрее. В пространстве мы можем перемещаться свободно, но во времени, вроде как, насколько мы знаем, мы можем двигаться только вперед. Поэтому мировая линия может и может вернуться в ту же точку в пространстве, но вот в четвёртом измерении времени это уже всё равно будет не совсем та же точка мировой линии. Но замкнутые временеподобные кривые – это такие мировые линии, которые возвращаются в исходную точку не только в пространстве, но ещё и во времени. Облетев вокруг Земли, мы в этом случае не просто вернулись бы в то же место, откуда отправились, но и в тот же момент, откуда мы отправились, то есть фактически в прошлое. Такие замкнутые временеподобные кривые могут встречаться в решениях уравнения Эйнштейна, но могут ли они существовать на самом деле, мы не знаем. Ну и как обычно их существование было бы связано со всякими стандартными парадоксами путешествий во времени, вроде парадокса дедушки. Примером того, как это могло бы работать, являлась бы проходимая кротовая нора, пройдя через которую мы могли бы как бы переместиться в другую точку вселенной быстрее света. Мне часто говорят, что это по сути всё равно, что путешествия во времени. Опять же, могут ли существовать проходимые кротовые норы, мы не знаем. В общем, хитрость в том, что в отличие от более привычных нам путешествий во времени, для ретро-причинности не нужны такие замкнутые временеподобные кривые. Если бы человек смог построить машину времени и вернуться в прошлое, он во время своего путешествия сам ощущал бы время как обычно, а стрелки часов на его руке двигались бы вперёд. Однако, если человек каким-то образом был бы вовлечён в процессы с ретро-причинностью, то здесь уже само время могло бы течь по-другому и стрелки его часов стали бы двигаться в обратную сторону. Первый случай напоминает «назад в будущее» или, как в моей любимой игре Outer Wilds, попав во временную петлю, ты постоянно оказываешься в прошлом, но время для самого игрока идёт вперёд. А вот если искать аналогию с играми для второй ситуации? Мне тут вспоминается классная игра Braid, где можно было манипулировать временем и в том числе перематывать его назад. Ретро-причинность тоже может быть связана с временными парадоксами, здесь тоже может быть в теории оказано влияние на прошлое, но вот то, как это происходит, немного отличается. Очевидно, в повседневной жизни мы никогда не наблюдаем ситуации, при которых мы сначала видим эффект и только потом событие, которое его вызвало. У нас всегда причина предшествует следствию. О чём тогда может быть речь? Возможно, ретро-причинность — это просто очень редкая штука. Или для неё нужны какие-то особые условия, либо она происходит на масштабах, которые в повседневной жизни нам недоступны. На масштабах квантовых. Ну и, в общем-то, любые более или менее серьёзные разговоры о ретро-причинности сейчас ведутся, как правило, в рамках квантовой механики. Об этом мы ещё сегодня поговорим подробнее. Но давайте для начала взглянем на эту идею в более общих чертах, скажем так, философски. Что нужно для ретро-причинности? Ретро-причинность неразрывно связана со временем. И тут возникает интересная ситуация. С одной стороны, если мы посмотрим на базовые законы физики, то считается, что они обладают т-симметрией. То есть, другими словами, они обратимы во времени. То есть, даже такие вещи, как гравитация, будут работать одинаково вне зависимости от того, в какую сторону течёт время — вперёд или назад. С другой стороны, существует такое понятие, как «стрела времени». Точнее, их даже несколько разных видов, которые как бы указывают определённое направление течения времени. Есть, к примеру, психологическая «стрела времени», которая связана с нашим восприятием. Мы помним прошлое, но мы не помним будущее. Есть космологическая «стрела времени». Она связана с направлением расширения Вселенной. Ещё с ней связана одна из важнейших «стрел времени» — термодинамическая, которая, в свою очередь, связана с понятием энтропии. В закрытой системе энтропия всегда растёт. Порядок стремится к беспорядку и вот это всё. Мы можем увидеть, как тарелка падает и разбивается на кусочки. Порядок превратился в беспорядок. Но мы никогда не видим, чтобы кусочки сами собрались обратно в тарелку, чтобы беспорядок превратился в порядок. Если только на систему не повлияют какие-то процессы извне. Ведь мы можем встать, пойти, собрать эти кусочки и склеить их обратно сами. В общем, это тоже как бы указывает течение времени в определённом направлении. И совершенно непонятно, как взять и развернуть эту «стрелу времени», чтобы получить ретро-причинность. Однако всё же можно хотя бы попытаться представить себе такую ситуацию. Как вы думаете, существует ли прошлое? Что вообще существует? Ведь для того, чтобы что-то изменить, это что-то должно существовать. Нужно вспомнить, что здесь существует несколько взглядов на положение вещей и на время. Во-первых, есть презентизм. Существует только то, что существует сейчас. Моменты, ушедшие в прошлое, перестают существовать, а будущее тоже ещё не существует. Второй вариант – пассибилизм. Согласно этой точке зрения, существует не только настоящее, но и прошлое. А вот будущее ещё не существует. Ещё этот подход называют «растущий блок вселенной». Можно представить себе вселенную как некий блок, слой на краю которого – это настоящее. И всё, что за ним в блоке – это прошлое. Слой настоящего движется вперёд во времени, и блок растёт. В нём постоянно становится всё больше событий, которые переходят из настоящего в прошлое. И третий подход – этернализм. Или просто блок вселенная. Уже не растущий. Этернализм от слова «вечный». Здесь существует всё и всегда. Все моменты в прошлом, настоящем и будущем равнозначно существуют. Можно снова представить себе вселенную и все события в ней как некий блок, а настоящее – это лишь тончайший слой в этом блоке, который всё время двигается вперёд от прошлого к будущему. И мы живём на этом слое. На тонкой грани между прошлым и будущим, которая перемещается по блоку вселенной. Здесь на иллюстрации у блока есть чёткие границы, но на практике слева у него должно быть начало от большого взрыва, а в будущее он может продолжаться бесконечно. В случае с обычной, привычной нам причинностью, где причины предшествуют следствию, можно обойтись пассибилизмом. Чтобы вызвать события нынешние, событиями в прошлом, они должны существовать. Однако, если допустить, что возможна ретро-причинность, то получается, что здесь уже не обойтись без этернализма. Для того, чтобы некое событие из будущего повлияло на события в настоящем или прошлом, это будущее должно уже существовать. Ещё в плане общей концепции ретро-причинности обсуждаются вообще сами понятия причины, следствия и причинности. В некоторых определениях этих понятий особое внимание уделяется именно последовательности этих событий во времени. Ведь причина предшествует следствию. Ну и опять же, чтобы допустить возможность ретро-причинности, нужно как-то отвязать эти понятия от направления времени. Но вернёмся к этернализму, нужному для ретро-причинности. Отсюда ведь ещё следует одна, скажем так, не самая приятная штука. Предположим, этернализм верен. И одновременно, и равнозначно существует и прошлое, и будущее, и настоящее. И причинность может действовать и в обратную сторону. Какие-то события в прошлом вызваны событиями в будущем. Но если всё уже существует, то ничего нельзя изменить и всё просто есть как есть. Это что, получается, что всё предопределено и у нас нет свободы воли? Я какое-то время назад делал отдельный подробный ролик о свободе воли и супер-детерминизме. Если использовать классическое, то есть не квантовое описание Вселенной, то действительно можно прийти к выводу, что всё во Вселенной предопределено. Если все процессы во Вселенной свести к движению и взаимодействию частиц с чётко определёнными параметрами, то зная полную информацию о системе сейчас, можно равнозначно как просчитать, что с системой было в прошлом, так и что с ней произойдёт в будущем. Если взять стоп-кадр шаров на бильярдном столе после того, как они пришли в движение, и если мы точно знаем все скорости и направления всех шаров и можем учесть все возможные факторы, то мы с точностью просчитаем, где шары были до этого стоп-кадра, так и где они окажутся в будущем. Ну и похожую логику применяют и ко всей Вселенной. Когда так рассматривают Вселенную и учитывают обратимость законов физики во времени, некоторые вообще считают, что такое понятие как причинность не нужно вообще. Если всё всегда известно, то и нет особой надобности в понятиях причины и следствия. Но всё же это классическое описание, а мы сейчас знаем, что на фундаментальном уровне Вселенной правят законы квантовые, со всеми своими вероятностями и странностями. Есть и немало концептуальных аргументов против ретропричинности на масштабах больших. Тут всплывают те же парадоксы, что всплывают и при обсуждении путешествий в прошлое. Ещё есть так называемый аргумент неплатильщика, суть которого можно свести к тому, что если мы увидели эффект без причины и думаем, что причина только ещё должна произойти в будущем, то мы можем вмешаться и не дать событию, которое бы стало причиной произойти. Но знаете, кто ещё любит ретропричинность? Конечно, всякие эзотерические и псевдонаучные ребята. Разнообразные астрологи, экстрасенсы, парапсихологи очень любят придать своему ремеслу веса, сделав так, чтобы оно как бы выглядело научным. Как в последние годы эти бесконечные гуру замучили несчастную квантовую физику? Услышав что-то про неопределённость, запутанность, суперпозицию, эффект наблюдателя и ничего в этом не поняв, они торопятся объяснить своё шарлатанство наукообразными словами, которые на практике никакого отношения к тому, что они делают, не имеют. Понятие ретропричинности используется всякими экстрасенсами и парапсихологами, потому что оно якобы может дать научное объяснение такому явлению, как прекогниция. Проще говоря, способность получать информацию из будущего или, ещё проще говоря, предсказывать его. Интересно, что тут даже были скандально известные как бы научные исследования Дэрила Бэма, эксперименты, в которых он изучал ту самую прекогницию. Якобы в его экспериментах были определённые положительные результаты. Его статьи даже публиковались в научных журналах. Но, как же здесь обойтись без но, с его экспериментами было не всё чисто. Другие учёные критиковали его методологию, подбор данных и результатов, а воспроизвести его результаты, в общем-то, никому больше не удалось. Тут ещё можно поднять вопрос, как вообще такие статьи прошли рецензирование, но это вообще тема для отдельного разговора. Некоторые его эксперименты, кстати, напоминали то, что проводил герой Билла Мюррея в первых «Охотниках за привидениями», где испытуемые угадывали изображения на карточках. Но давайте теперь перейдём на масштаб квантовый, где ретро-причинность обсуждается учёными уже более серьёзно. Учитывая, насколько неинтуитивна ретро-причинность и сколько всего нужно допускать, чтобы она была возможна хотя бы концептуально. И то, что в повседневной жизни мы ничего такого не наблюдаем, может возникнуть справедливый вопрос. А зачем вообще запариваться с этой ретро-причинностью? А это один из способов объяснить некоторые проблемы квантовой теории. Квантовая теория в общем считается теорией очень успешной. Она отлично описывает многие физические процессы, обладает мощной предсказательной силой и раз за разом подтверждается в экспериментах. В то же время в ней есть немало того, что нам кажется странным, а ещё ситуации, которые мы наблюдаем, но пока не можем однозначно объяснить. Это и то, почему частица, находящаяся в состоянии суперпозиции, принимает какое-то одно состояние при измерении. И явление квантовой запутанности и призрачного дальнодействия, когда кажется, что запутанные частицы мгновенно узнают о состоянии друг друга, будто нарушая законы физики. Причём мы видим, что это происходит, но не понимаем почему. У учёных нет какого-то одного общепринятого объяснения тому, почему реальность на квантовом уровне такая, какой мы её видим. Поэтому у квантовой механики существуют разные интерпретации, которые пытаются эти явления объяснить. И один из способов как раз ретро-причинность. Споры о природе квантового мира ведутся с самого появления квантовой физики как таковой. О ретро-причинности заговорили ещё в 40-х годах 20-го века. Что, собственно, не так с этим призрачным дальнодействием? А то, что оно нарушает важнейший физический принцип локальности, согласно которому на объект может влиять только его непосредственное окружение. То есть, чтобы один объект повлиял на другой, скажем, частица на частицу. Они либо должны взаимодействовать напрямую, либо это влияние должно через что-то передаться, через другую частицу или волну. И учитывая, что у нас во Вселенной есть предел по скорости в виде скорости света, которую, кстати, ещё называют скоростью причинности, это влияние не может передаваться быстрее скорости света в вакууме. И это касается всего. Даже гравитации. Как мы помним, даже если бы Солнце исчезло, наша Земля продолжала бы ещё 8 минут двигаться по орбите вокруг того, чего уже нет. Но это самое призрачное дальнодействие как будто бы этот принцип локальности нарушает. Мы о нём не раз говорили, но в двух словах напомню. Что суть в том, что если у нас есть две предварительно запутанные частицы, и мы ещё не измерили их состояние, когда мы производим измерение одной из запутанных частиц, мы узнаём не только её состояние, но и автоматически состояние второй запутанной частицы. Тут обычно приводят пример с таким параметром частиц, как спин. Скажем, если у нас есть две запутанные частицы, суммарный спин которых равен нулю, но мы не знаем направление спина у частиц, пока мы его не измерили. Там, конечно, на самом деле всё хитрее. Но для удобства мы обычно говорим, что, допустим, в этой ситуации спин может быть либо наверх, либо вниз. Причём, при таком суммарном спине у обеих запутанных частиц он не может быть только наверх или только вниз. Если у одной частицы спин вниз, то у второй обязательно наверх. И наоборот. Но пока мы не провели измерение, мы не знаем, у какой именно частицы он наверх, а у какой вниз. До измерения обе частицы как бы находятся в состоянии суперпозиции. А конкретное значение они принимают только когда мы производим измерение. Ну и когда мы измеряем одну частицу и узнаём, что у неё спин наверх, то мы автоматически узнаём, что у второй частицы спин вниз. При этом расстояние между ними может быть хоть 10 метров, хоть 10 световых лет. Вторая частица как будто бы мгновенно принимает определённое состояние. Происходит это даже если измерять обе частицы совершенно независимыми детекторами. Ну и такая ситуация как будто бы нарушает принцип локальности. Как другая частица мгновенно узнаёт, какое состояние ей принять? Это явление является одной из главных проблем квантовой теории. Оно не нравилось Эйнштейну, из-за чего он считал теорию неполной. Причём эксперименты, всё более усложняющиеся, раз за разом подтверждают этот эффект. Вот учёные и ломают голову над тем, почему так происходит. Одна из попыток объяснить это — теория скрытых переменных. Здесь суть в том, что состояние каждой из запутанных частиц было предопределено заранее. И Вселенная как бы знает и всегда знала, в каких они должны быть состояниях. Квантовый мир нам только кажется случайным, а предсказать некоторые явления мы не можем, потому что у нас просто нет полной информации. Всех самых скрытых параметров. Раз здесь всё предопределено, теория опять же детерминистическая. Здесь снова возникает разговор о нашей свободе воли, которой в таком случае может не быть. Но ещё один способ объяснить это призрачное дальнодействие — ретро-причинность. И если упрощать, это должно работать так. Как мы уже выяснили, по идее вторая запутанная частица не должна узнавать мгновенно, какое именно состояние ей принять. Но если возможна обратная причинность — влияние из будущего в прошлое, то вторая частица как бы узнала, какое состояние ей принять, получив сигнал из будущего. Или ещё можно сказать так, что если смотреть на течение времени нормально, как мы привыкли, то она приняла определённое состояние ещё до измерения. То есть следствие предшествует причине. Следовательно, это ретро-причинность. Нельзя сказать, что это объяснение пользуется какой-то особой популярностью, но у него есть сторонники. Например, Родерикс Азерленд даже разработал математическое описание для этой версии. Но можно ли как-то это всё проверить экспериментально? Сами эффекты призрачного дальнодействия же мы подтверждаем. Здесь часто вспоминают эксперимент с крутым названием «Квантовый ластик с отложенным выбором». Надо сказать, во многих материалах, посвящённых ретро-причинности, ему уделяется очень большое внимание, наверное, потому что может показаться, что он доказывает эту ретро-причинность. Итак, что это за эксперимент такой? Про эксперимент с квантовым ластиком с отложенным выбором есть немало научно-популярных видео и статей. И нередко их авторы приходят к разным выводам. Где-то утверждается, что этот эксперимент чуть ли не доказывает ретро-причинность. В других материалах говорят, что к такому выводу люди приходят, только игнорируя некоторые важные аспекты эксперимента. Эксперимент был придуман многие десятилетия назад, но тогда он был лишь мысленным экспериментом, потому что тогда его ещё технически нельзя было провести. Однако позже, когда технологии уже позволяли его сделать, его провели не раз. И результаты этого эксперимента были именно теми, что предсказывала теория. По сути, квантовый ластик с отложенным выбором — это такой сильно усложнённый эксперимент с двумя щелями. Напомню кратко, что суть в том, что там мы посылаем частицы, скажем электроны или фотоны, в сторону двух щелей. Фотоны через них проходят и попадают на детектор или экран, на котором отдельные частицы оставляют точки. Точки появляются не в одном и том же месте, а в случайных местах. И если мы посылаем множество частиц, то постепенно на экране вырисовывается интерференционная картина. То есть вот такой рисунок, где точки концентрируются не случайно, а в виде чередующихся полос. Как мы знаем, это происходит потому, что на самом деле частицы это не просто шарики, а они имеют и волновую природу, а когда когерентные волны встречаются, происходит интерференция. Волны накладываются друг на друга, и если так накладываются два пика волн, то тогда мы видим полоску на экране. Если же пик накладывается на впадину волны, то они друг друга нейтрализуют, и мы видим на экране пробел между линиями. Пока это говорит нам о том, что частицы, не только фотоны, имеют волновую природу. Это мы все знаем. Еще мы знаем, что странности начинаются, когда мы начинаем посылать частицы не потоком, а по одной. По логике вещей интерференционная картина в этом случае должна пропасть. Потому что для того, чтобы возникла интерференция, волне нужно провзаимодействовать с другой волной. А коли у нас фотоны или другие частицы летят по одному, других волн нет. Им не с чем интерферировать. И картина с полосками должна пропасть. Но она не пропадает. Тут всплывают всякие квантовые заморочки и неопределенности, и то, что мы не можем точно знать всю полную информацию о квантовой частице. И сохранение интерференционной картины даже при одиночных фотонах объясняют так. Говорят, что частица или волна находится в суперпозиции, как бы проходит сразу через две щели. Тут уже говорят о волновой функции. В общем, эта волна взаимодействует сама с собой, по-прежнему создавая интерференционную картину. Странно, но это еще не то, за что эксперимент любят всякие шарлатаны. Они его обожают за следующий шаг. Когда сюда еще добавляют момент измерения или, как иногда говорят, наблюдения. В предыдущих случаях мы не могли сказать, через какую именно щель и проходит ли через одну конкретную частицу или волна. Но мы можем перед щелями установить детекторы, чтобы точно знать, через какую именно щель прошел фотон. И как только мы начинаем это измерять, интерференционная картина пропадает. Часто это иллюстрируют так, что вместо нескольких полос появляются две от двух щелей. Я тоже раньше такие иллюстрации показывал, но это скорее делают для наглядности и контраста. В реальных же экспериментах вместо полос скорее получается размытая картина и такое пятно из точек. Они все равно продолжают попадать на экране в случайные места, но вот интерференционная картина исчезает. Вот тут обычно и говорят, что сам акт измерения или наблюдения заставляет волновую функцию коллапсировать и выбирать фотон определенную траекторию. Были даже разговоры о том, что тут дело именно в наблюдении разумным наблюдателем. Дескать, сознание человека заставляет волновую функцию коллапсировать. Тут и вылезают всякие гуру, рассказывая, что квантовая физика доказала, что мы своим сознанием можем управлять реальностью и менять вселенную силой мысли. На самом деле сегодня считается, что разумный наблюдатель тут совершенно ни при чем. Просто детектор взаимодействует с частицей. Он влияет на систему и оказывает такой эффект. Разумный наблюдатель тут совсем не нужен. Но это обычный, привычный нам двухщелевой эксперимент. Что же происходит в эксперименте с квантовым ластиком? Здесь система заметно усложняется. Тут добавляют еще один эффект, о котором мы сегодня уже говорили. Квантовую запутанность. Сначала также выпускаются отдельные фотоны, которые проходят через одну или обе щели. Но после щели устанавливается специальный кристалл, который разделяет оригинальный фотон на два фотона с половиной энергии оригинального. И эти два фотона получаются запутанными. Один из двух фотонов уходит наверх, ну это если смотреть на такой картинке, и встречается с первым детектором или экраном, как в предыдущих экспериментах. А другой фотон уходит вниз. И там уже целая система детекторов и зеркал. Конфигурации могут отличаться. Что тут происходит дальше, объясняют часто так. Собственно, при чем тут запутанность? В обычном эксперименте с двумя щелями мы либо измеряем, либо не измеряем фотон и получаем определенный результат. Здесь же после кристалла у нас получается два фотона. И мы тоже не знаем их состояние, пока не измерили. И вопрос вот в чем. Фотоны-то запутанные? Если мы измерим не оба фотона, а только второй, тот, который ушел вниз, повлияет ли это на первый, который ушел наверх? По идее должен. И тут часто говорят, что пока мы не измеряем ни один из фотонов на экране, у верхнего, как и раньше, появляется интерференционная картина. Но когда мы измеряем второй, она исчезает. И вот что самое странное. Второй фотон, ушедший вниз, на самом деле проходит по более долгому пути. То есть он попадает на детектор после того, как первый фотон попал на экран. То есть первые фотоны в паре должны были уже образовать ту или иную картину. А измерение второго фотона в паре происходит позже. И вот тут говорят, что, дескать, измерение, сделанное позже, все равно убирает с экрана интерференционную картину. Это что получается? Событие, произошедшее позже, повлияло на то, что было раньше? То есть причина была после следствия? То есть у нас здесь работает ретро-причинность? Я тут еще выпускаю некоторые детали. Та самая система из зеркал и детекторов внизу играет роль этого ластика. То есть она как бы стирает полученную при измерении информацию и все равно картина якобы меняется. И нередко здесь делают вывод, что это как будто бы доказывает ретро-причинность, на квантовом уровне. Но проблема в том, что это описание эксперимента неверное. Или как минимум неполное. Действительно это звучит как магия, что измерение, сделанное позже, меняет картину и убирает интерференцию. Но на самом деле этого не происходит. На экране, который регистрируют фотоны, ушедшие наверх, на самом деле никогда не показывается интерференционной картины. Там всегда размытое пятно. Это пятно можно как бы разложить на интерференционные картины, если выбирать конкретные связанные друг с другом частицы. Мне попалась интересная статья и видео, где объясняется, почему здесь на самом деле нет никакой ретро-причинности. На примере классического аналога такого эксперимента без всяких квантовых дел. Там вместо фотона, идущего наверх, игральная кость. А вместо фотона, идущего вниз, монетка. В начале эксперимента бросается игральная кость. И если, скажем, выпадает четное число, то на монетке вручную выставляется орел. А если нечетная, то решка. Это как бы аналог запутывания двух частиц. Если у одной одно состояние, то у второй обязательно другое. Монетка уходит вниз. И там, где у нас был бы квантовый ластик, у нас есть выбор. Оставить монетку, как есть. Или подбросить ее еще раз, как бы стерев информацию. Далее этот процесс повторяется много раз. И затем мы смотрим, как числа, выпавшие на кубике, соотносятся с монетками внизу. Если монетку не подбрасывать повторно, очевидно, что мы будем видеть предсказуемую картину. Каждый раз при четном числе орел. Однако, если ее повторно подбрасывать, стирая информацию, то распределение уже будет случайным. И у нас исчезнет как бы паттерн совпадения в виде полосок. Или аналог интерференционной картины с полосками. Здесь нет ничего квантового. Но эта аналогия помогает понять, что происходит в реальном эксперименте. Там тоже определенная картина появляется только при выборе определенного набора событий. Ну и, например, физик и популяризатор науки Сабина Хосенфельдер в своем видео на эту тему делает вывод, что никакой ретро-причинности этот эксперимент не показывает. Хотя там она в подробности и аналогии не вдается. Я оставлю ссылки на все упомянутые и другие материалы. Там все расписано подробнее. Оно все на английском, но сейчас это небольшая проблема. Говоря об обратной причинности, можно вспомнить еще одну штуку, о которой я раньше уже делал отдельное видео. Тахионы — гипотетические частицы, которые как бы летят обратно во времени. И делают они это потому, что несутся быстрее скорости света в вакууме. Ключевое слово тут, конечно, гипотетические. Никаких экспериментальных подтверждений существования тахионов мы пока не нашли. В общем, звучит, конечно, концепция ретро-причинности очень интересно. Немного другой взгляд на время. Ей находит некоторое применение в теоретической физике. И хоть у идеи есть сторонники, пока мейнстримно ее назвать сложно. Каких-то явных экспериментальных подтверждений тому, что она возможна у нас пока нет. Но, как это часто бывает в науке, зарекаться тут нельзя. Возможно, появится новая теория или новые эксперименты, которые покажут, что в той или иной форме обратная причинность существует. И тогда это изменит наши фундаментальные представления о природе Вселенной. Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте, что все, кто поддерживает меня напрямую на бусте на патреоне и на ютубе, каждые две недели получают дополнительные эксклюзивные видео и другие приятные бонусы. Те, кто меня поддерживают на бусте, также могут смотреть мои выпуски, которые выходят прямо в день выхода, загруженные напрямую на бусте и без рекламы. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и группу вконтакте, чтобы получать дополнительный космический контент и всегда оставаться на связи. Еще раз всем спасибо. Пока.